Сетевая тема Итак, конец августа и сентября это время, когда поступает максимальное количество заявок о пропавших людях. В наше время такая информация распространяется и по соцсетям, и на информационных сайтах она появляется. И на моей Удмурте мы ее тоже размещаем, и мы также заметили, что вот сейчас количество таких заявок увеличилось. Большую помощь Государственным службам спасения и поиска оказывают так называемые поисково-спасательные отряды ПСО, состоящие из добровольцев и волонтеров. И у нас в Удмурте тоже есть такой поисково-спасательный отряд, он называется «Регион-18». Его руководитель Мария Ведыман и ее коллега, координатор этого же отряда Илья Смольников у нас сегодня в гостях. Здравствуйте. — Добрый день. — Добрый день. — Мы еще сегодня позвоним актрисе Барваре Шмыковой. Она сыграла в фильме Андрея Звягинцева «Нелюбовь». Я позже объясню, какое отношение она имеет к нашей теме. А пока, Маша, первый вопрос к вам. Вот я смотрю, вы молодая девушка, наверняка занятая. Ну, по крайней мере, мы знаем, что у вас есть постоянная работа. Как получилось, что вы стали руководителем поисково-спасательного отряда? В планах такого никогда не было. Все получилось совершенно спонтанно. Больше того, я сама не поняла, как это все случилось. Понеслось, как снежный ком, закрутилось, завертелось. Но сейчас я без этого уже не могу. — Я правильно понимаю, что вы организовали всю эту структуру? — Да, да, все верно. — И что же случилось, что вы вдруг начали этим заниматься? Мне просто кажется, что во главе ПСО обычно стоит такой суровый мужик. Который черствый, как скала. Ну, где-то внутри, конечно, очень добрый. Но, тем не менее, это мужчина серьезный, в годах опытный, может быть, с каким-то опытом службы в правоохранительных органах. А тут вот приходите вы, хрупкая, милая девушка, на первый взгляд. — Вы знаете, в главе поисково-спасательного отряда в первую очередь будет человек, независимо от его пола, будет человек, которому просто не все равно. А здесь мужчина это будет, женщина это будет совершенно неважно. Вот как звезды сойдутся для конкретного региона, так и получится. У нас очень много коллег в других регионах, в принципе, наверное, знаете, 50 на 50 в каких-то регионах. Мужчины руководят отрядами каких-то женщин, и так сошлись обстоятельства. В моем конкретном случае просто, опять-таки, я стала совершенно случайным свидетелем, как собирались поиски, стояла толпа людей около леса. Мне стало интересно, я спросила, просто остановилась, чтобы спросить, что случилось. Мне уже рассказали, что пропала бабушка, она была очень старенькая, она была инсулинозависимая. Это была совершенно незнакомая мне, совершенно чужая старушка, но почему-то я мимо не прошла, предложила помощь. Я спросила, нужны ли люди. Естественно, сотрудники МЧС, сотрудники полиции сказали, что если такая возможность есть, туда, разумеется, они нужны, потому что был необходим прочес лесного массива в минимальные сроки. Соответственно, я начала распространять информацию по соцсетям. Ну а как оно дальше уже, говорю, как снежный ком, просто вот так само собой как-то получилось. Вы учились этой работе где-то или вы интуитивно выстраивали работу своего отряда? Знаете, вот здесь, скажем, до того, как я впервые столкнулась с поисками, какой-либо поисковой практики в моей жизни в целом не было. То есть не было какого-то обучения до этого момента. Когда уже вот этот процесс, скажем так, пошел, там мы, естественно, начали учиться что-то своим опытом, своими ошибками, своими шишками, скажем так. Обучали сотрудники. Чему-то мы учились в МЧС, чему-то мы учились в полицейских. Мы принимали очень большое количество опытов у других поисковых отрядов, которые, скажем так, уже более опытные были к тому моменту, да, там существовали уже несколько лет. Учились у них навыкам оказания экстренной и доврачебной помощи. Нас обучали сотрудники скорой помощи города Ижевска, за что им тоже отделились. А как они, вот, отнеслись все эти люди, сотрудники МЧС, полиции, скорой помощи, когда к ним приходят люди с улицы и просят поделиться секретами своей работы? Ну, мы уже не совсем с улицы. То есть мы же с ними пересекаемся на поисках постоянно, в непосредственной работе мы друг друга видим, поэтому сказать, что мы совсем люди с улицы уже тоже нельзя, во-первых. Во-вторых, все-таки у них тоже есть потребность в нас. В том плане, что они делают все возможное по максимуму. Все, что от них зависит. Говорит, что они не работают, это как минимум некорректно. Они работают в максимальную силу своих возможностей. Но ситуация с пропавшими людьми, она довольно-таки критическая. Я бы сказала, что, ну, наверное, о критичности, конечно, правильнее судить по статистике и цифрам. Суть в том, что пропавших очень-очень много. Так будет сказать правильнее и корректнее. У них не хватает ресурсов. В первую очередь человеческих. То есть, что у сотрудников полиции? У них нет просто физической возможности найти необходимое количество людей, чтобы в кратчайшие минимальные сроки выстроить необходимое количество людей в цепочку и прочесать лес. То есть при всем их желании у них ресурсов таких нет. Поэтому наша помощь, естественно, она как бы очень в горло. То же самое в сотрудничестве с МЧС. А сколько лет назад это было, когда вы начали вот эту свою работу? Чуть больше двух лет назад. Это было в июле 2015 года. Илья, а вы как попали в ПСУ? Маша сказала, что вы картограф и радист. Как вы очутились в регионе 2018? Ну, нашел я информацию, увидел информацию как-то в интернете, тоже в соцсетях. Тема меня заинтересовала. И решение... Ну, о мотивах я, конечно, сейчас рассуждать не буду, потому что я просто не способен их, может быть, как-то сформулировать. Но это было осознанное решение. Увидел, что люди занимаются вот такой деятельностью и понял, что деятельность это на самом деле очень нужна. потому что действительно государственные органы какие-то и еще что-то они не имеют возможности отрабатывать вот такие заявки, там, вести какую-то работу в должном объеме. А получилось так, что, ну, вот как-то когда ты начинаешь этим заниматься и получается, что, ну, ты видишь, что люди на тебя надеются. И вот это доверие как бы как-то не оправдывать, как-то сказать, что извините, ребята, все, мне вот... Я не пойду вот в этот лес искать человека, потому что там мне неинтересен. Ну, это, не знаю, может быть, такая жизненная позиция у меня какая-то. Ну, и ваши навыки, насколько я понимаю, пригодились, да? Ну, надеюсь, что да, надеюсь, что да. Да, я, конечно, не так долго еще в отряде. Могу я вас спросить, чем вы занимаетесь? Какая у вас профессия? Я бухгалтер по профессии. Понятно, понятно. А кто вообще приходит к вам? Что за люди в поисково-спасательный отряд? И всех ли вы берете? Есть ли какие-то, не знаю, характеристики настоящего поисковика? Какие они? Ну, я повторюсь, это просто человек, которому мне все равно. Ну, естественно, с оговорками, это совершеннолетний человек. Естественно, с оговорками на то, что это человек без противопоказаний по здоровью, потому что у нас нужна определенная выносливость. В целом нет портрета человека, состоящего в отряде, потому что у нас очень разные возрастные категории. То есть у нас есть, допустим, человек, которому 22 года, у нас есть в отряде человек, которому 45 лет, и это не предел ни у того, ни у другого. У нас как девушки, так и мужчины состоят в отряде. Люди разных возрастов, разных профессий. Объединяет только неравнодушие, в принципе. Вот вы говорите, чтобы было не все равно, и это, конечно, правильные слова, но я думаю, что вот придет человек, скажет мне не все равно, и потом окажется, ну, не знаю, необязательным или каким-нибудь легко возбудимым, и вот все эти истории как-то очень сильно тронут его психологически. Не слишком ли это такая размытая, что ли, формулировка? Хотя, безусловно, верная, я согласна с вами. А вы знаете, человек отзывается, допустим, на призыв о помощи в социальных сетях, выходит с нами на поиски. Если он потом выходит с нами на поиски второй раз, значит, его зацепило. Это бывает довольно-таки часто, скажем так. А вы можете сами отстранить кого-то от поиска? Вот посмотришьте на человека? Да. А что может стать причиной такого отстранения? У нас были инциденты, когда люди приходили на поиски в состоянии алкогольного опьянения. Это, естественно, не допускается. У нас были случаи, когда люди приходили в несоответствующей форме одежды. То есть приходит человек в босоножках и говорит, сейчас я пойду всех найду в лесу, и мне все равно, я всегда так хожу в лес. Ты можешь ходить, но не в составе нашей группы, потому что я несу ответственность за абсолютно каждого, кто под моим началом, соответственно, в лес заходит на данный конкретный поиск. Поэтому соответствие по форме одежды и, собственно, в принципе, желание. Это все, что нужно. А как организован вообще процесс поиска? И все ли вы заявки принимаете? Как вообще устроена ваша работа? Можете ли вы расписать по пунктам начало поиска и завершение поиска? Что вот между этими двумя точками? Завершение поиска, оно будет только тогда, когда человек найден. Либо, если нас об этом попросят сотрудники, допустим, полиции, если есть какое-то подозрение на криминал, либо еще что-то, тогда, разумеется, мы отстранимся от поиска. В принципе, пока человек не найден, поиск продолжается. Естественно, уже там по прошествии определенного времени не с такой интенсивностью, потому что приоритет он всегда будет на экстренных вызовах. Как выглядит этот процесс? Поступает заявка на поиск. Если она поступает со стороны родственников пропавших, то эта заявка, она в первую очередь проверяется у сотрудников полиции и у сотрудников МЧС. что да, действительно подтверждено, да, такой человек пропал. То есть, если человек сначала вам позвонил, но не сообщил еще в полицию об этом, вы ему порекомендуете сначала обратиться в полицию, что ли, да? Мы настоятельно порекомендуем обратиться в полицию, потому что тоже ситуации бывают разные и без подтверждения информации у сотрудников непосредственно поиском мы приступить не можем. Хорошо, вот заявка подтвердилась, и что происходит дальше? Да, что происходит дальше? Вы получили заявку, приняли, и как вы действуете? Здесь тактики поиска могут отличаться в зависимости от направления. Одно дело, допустим, это дети, дети-бегунки, которые уходят из дома, к большому сожалению, что-то... к слову сказать о сценарию фильма «Нелюбовь». Такие истории... Вы смотрели его, да? Ну, разумеется, конечно. Об этом поговорим еще. Такие истории, они не редкость, это очень жизненный, скажем так, сюжет. Другое дело, когда пропадает, допустим, в городской черте пожилой дезориентированный человек, который просто не понимает, где он находится, что сейчас происходит. Он понимает только, что что-то не так, а что конкретно. Он уже, ну, просто не может понять в силу своей возрастной дезориентации. Часто этот человек даже не может вспомнить свое имя. Совершенно другое дело, если человек пропал где-то, скажем, в лесах, если он ушел за грибами, заблудился, да? То есть это так называемые экстренники, на которых мы срываемся, естественно, неизмедлительно, и в первую очередь, если, опять-таки, повторюсь, заявка была подана своевременно. Не так, что у нас человек пропал две недели назад в лесу. Сходите, найдите. А что вы делаете в таком случае? В таком случае мы в любом случае будем его искать, но мы будем его искать в то время, когда у нас не будет выездов экстренных. То есть в первую очередь, естественно, мы едем туда, где у нас максимальные шансы успеют найти человека живым. А как вы это делаете? Вот вы бросаете какой-то клич среди сотрудников. Кстати, сколько сейчас в регионе 18? Порядка 25 человек, основной состав, плюс, соответственно, те люди, которые присоединяются по кличу, так скажем. То есть есть какой-то у вас костяк основной, 25 человек, и потом волонтеры на какие-то определенные... Да, и те, кто присоединяются, ну, допустим, когда пропадает ребенок, конечно, присоединяется гораздо больше народу. Все читают... Все читают как бы посты в группе, в нашей группе достаточно много подписчиков. Соответственно, какие-то люди делают репосты в соцсетях, что-то там еще, то есть как-то распространяют эту информацию. В принципе, она разлетается достаточно быстро по городу Ижевску. Соответственно, об этом узнают как можно больше людей. Что касается нашего отряда, у нас, конечно, есть своя система информирования. У нас есть информационный координатор, который как бы доносит информацию до членов отряда, который обзванивает при необходимости, выдает как бы нам установочные какие-то данные, что и где, и куда. Таким образом, начинается, допустим, поисковая работа по экстремену. А как вы взаимодействуете с родственниками этих людей, которые потерялись? Они просто с вами как-то находятся? Это задача Инфорга на самом деле. То есть, Инфорг выясняет, что, как, с родственниками. Иногда родственники принимают участие в поисках, иногда они не принимают участие в поисках. Тут уже зависит конкретная ситуация от конкретных людей. Потому что у кого-то есть возможность, у кого-то нет возможности. Ну, ситуации абсолютно разные бывают. Иногда родственники помогают нам с транспортом, например, с чем-то еще. А иногда... А сколько сейчас людей вы ищете? Вот сколько сейчас в поиске? И сколько... Каков, так скажем, процент положительных историй с положительным финалом? Сколько человек находится? Я отвечу. Находятся живыми, к счастью, подавляющее большинство. Чаще всего люди находятся в первые дни с момента подачи заявления. Ну, это вот опять-таки, если верить сухой статистике, все-таки больше счастливых концов. Но, опять-таки, это вот очень важный момент. Если человек пропал в природной среде, то есть рыбалка, грибы, ягоды, травки, не знаю, что угодно, тогда вероятность благополучного исхода непосредственно будет зависеть от того, насколько быстро была передана информация о случившемся. Тут уже совершенно неважно нам, сотрудникам полиции, МЧС, в любом случае мы друг другу информацию будем передавать. То есть тут в любом случае будет замкнутый круг. Но как можно быстрее оповестить о случившемся, это, в принципе, основной, главный фактор, который определяет успешность поисков. Он облегчит задачу спасателям, потому что одно дело, сколько человек пройдет за 3 часа, другое дело, сколько он успеет пройти за 2-3 суток, если он еще в состоянии ходить. Как бы это не звучало жестоко. Ну и для вас есть какие-то закрытые места для поиска? Или вы вот прочесываете абсолютно все? Сможете попасть в абсолютно любое место? Ну, естественно, это водные объекты, то есть акватория. Мы не ныряльщики и не водолазы, к сожалению, может быть. Ну и какие территории? Если на территорию закрыт доступ, мы, конечно, туда не попадем. Как бы нас туда никто не пустит, но туда, как правило, не попадет и пропавший, если такое случится. А так, в принципе, да, леса, болото, карьеры и все, что угодно, заброшенные здания, городская территория, то есть улицы, переулки, подъезды, дворы, помойки, остановки. То есть это все зависит от конкретной ситуации, где мы можем предполагать, где находится человек на самом деле. И вот что касается скорости оповещения, так скажем, да, своевременности оповещения, сейчас вопросы проговаривали. К сожалению, почему-то у многих людей до сих пор есть такое заблуждение о трехсуточном, о том, что... Да, что нужно подождать три дня. Да, нужно подождать трое суток, прежде чем подавать заявление. И это как бы вот через раз буквально от родственников мы слышим, почему вы не подали заявление, почему вы не оповестили. Это миф, да? Нет, может быть, когда-то такая норма действовала, но ее отменили достаточно давно, и полиция обязана принимать заявление, они принимают их, в принципе, в любой момент обращения. Прошел час, прошел два, полчаса, там что-то ты заподозрил, ты можешь обратиться в полицию. Как вы считаете, пропасть может любой человек или есть определенная группа риска? Абсолютно любой человек. Вот на самом деле, когда начинаешь с этим сталкиваться, так уже непосредственно поближе, возникает даже какой-то такой или шок, или недоумение, что на самом деле так много людей пропадает. И причем так много людей пропадает просто вот, ну так скажем, даже утрируя бесследно. То есть вот человек пропал, он куда-то ушел, и родственники не могут даже предположить, куда он ушел, зачем он ушел, когда он ушел. То есть вот пока с этим не столкнешься, кажется, что вроде, ну вот у всех есть телефоны, у всех есть там что-то еще, все все время на виду, общество у нас такое сейчас информационное, достаточно, так скажем, постоянно люди в контакте друг с другом находятся. Но на самом деле это не так. На самом деле пропасть может абсолютно любой, и в очень как бы сжатые сроки достаточно, так скажем, серьезно потеряться. Я немного добавлю. Действительно, нам всем кажется, что это не со мной, это все происходит где-то там, в телевизоре, в соцсетях. Их действительно много, но меня-то это точно никогда не коснется. У меня родные, близкие. Вот и не все хорошо. На самом деле, к большому сожалению, но не так столкнуться с этим может каждый, абсолютно без исключений. Программа для лиц старше 16 лет. Сетевая тема. В эфире программа «Сетевая тема». Мы сегодня говорим о работе поисково-спасательных отрядов. К сожалению, в течение августа-сентября это то время, когда увеличивается количество сообщений о пропавших людях. А в гостях у нас сегодня Мария Ведыман и Илья Смольников. Они как раз работают в поисково-спасательном отряде регион 18 в Ижевске. Я хотела вас спросить вот о чем. Что вам нужно для вашей работы? Могут ли как-то помочь вам те, кто не готов стать, например, волонтером, участвовать в поисках, но мог бы, что называется, помочь материально? Ведь вам для вашей работы действительно нужно очень много вещей для безопасности, походных каких-то вещей, возможно, медикаментов. Нужны ли вам они действительно и что именно вам необходимо? Разумеется, оснащение нам необходимо. То есть чем больше у нас, скажем так, правильной экипировки, тем выше будет продуктивность поиска. На данный момент отряд существует исключительно за наш собственный счет, за счет добровольцев, соответственно, поэтому, конечно, все вытягивать самим сложно. Самая острая проблема, которая сейчас стоит, это проблема с транспортом. Потому что, во-первых, не все поисковики наши сами за рулем. Во-вторых, приходит, отзывается на поиски много новичков, добровольцев, много из которых тоже приходят пешими. И если, скажем, у нас экстренный поиск где-то в отдаленных районах, там, условно говоря, глазов, ну вот, шаркан, да, что-то такое, то проблема с транспортом, она, как правило, встает довольно-таки остро. Поэтому, если вы не готовы участвовать непосредственно в поиске, потому что это, да, действительно, физически это тяжело, никто не говорит, что будет просто, будут и болото, будут и ливни, и бурелом, и бессонные ночи, легко не будет. Но вы очень нам поможете, как минимум, да, если отзоветесь, доставить поисковиков до места поиска и забрать потом обратно. Это будет очень актуальная помощь. Так, еще что? Может быть, какие-то медикаменты, какая экипировка именно вам нужна? Ну, вот, знаете, на самом деле у меня есть такая изготовка, потому что я на вашем как раз сайте нашла целый список того, что вам нужно. Я могу зачитать его не только. А вы мне скажете, так ли это и нужно ли вам вот это все. Это рюкзаки, сухпайок, тент-палатка, баллончики экспортативной газовой пледки, флисовые пледы, сапоги, громкоговоритель, термосы, ну и вот такие другие туристические и туристическая экипировка, а также для аптечек бинты, нашатырь, хлоргексидин, супрастин, пластырь, перчатки медицинские, фонари, батарейки, репелленты, компасы, светоотражающие жилеты. Да, все верно. Вот. Если наши слушатели хотят и имеют возможность вам помочь, куда они могут обратиться? Мы будем очень благодарны. Обратиться можно как написав нам в социальных сетях, так и непосредственно мне по горячей линии отряда номер телефона 8951-195-29-71. И давайте еще раз повторим, чтобы записывала и не успела. 8951-195-29-71. Это горячая линия поисково-спасательного отряда. Она работает круглосуточно. Ну и наверняка вся эта информация есть у вас в группе ВКонтакте. Просто набрать регион 18 и всю информацию вы там найдете. А что волонтеры сами получают? Участники поисково-спасательного отряда? Морально и материально. Глубокое моральное удовлетворение. Мне кажется, на самом деле это очень немало. Это очень немало. Это вообще в принципе, знаете, словами это не объяснить, потому что что мы от этого получаем? Мы от этого получаем после бессонных ночей промокшие, уставшие, голодные где-то в рации слова найден, жив. Вот эти вот слова, они на самом деле стоят всех этих бессонных, мокрых, голодных ночей, которые выматывают. Это, ну действительно, это слова мне описать, это нужно прочувствовать. Вот это вот найден, жив, это то, собственно, ради чего мы все и существуем. Сетевая тема Это программа «Сетевая тема». Сегодня мы говорим о работе ПСО и мы захотели узнать, как устроена работа в других поисково-спасательных отрядах, например, в отдаленных регионах нашей страны. И вот Мария посоветовала нам позвонить в Забайкальский край, Читу, в поисково-спасательный отряд имени Кости Долгова. В Чите сейчас седьмой час вечера и у нас на связи координатор этого отряда Константин Мухамедьяров. Константин, здравствуйте, добрый вечер. Здравствуйте, добрый день по-вашему. По-нашему, добрый день, да, вот у нас в студии Мария Ведыман и Илья Смольников из отряда региона 18, они тоже вас, я думаю, рады слышать. Костя, рады слышать, привет, привет. Добрый вечер и добрый день. Спасибо, спасибо, спасибо. Константин, расскажите, пожалуйста, о своем отряде. Ему присвоено имя Костя Долгова и что это за человек, наверное, это ребенок, да? Да, история нашей отряда произошла в 2014 году. В апреле месяце у нас здесь недалеко от города Читы пропал семилетний мальчик Костя Долгов. И вот спустя трое суток поисков один из на тот момент добровольцев, так как у нас еще не было ни одного от поискового отряда, нашел, наткнулся на тело вот мальчика. Это был как раз создатель нашего отряда, Широбоков. И вот во избежание подобных ситуаций он решил создать данный отряд и назвали его в честь погибшего мальчика. А как вы попали в этот отряд, Константин, почему вы там стали работать? Ну, как-то ВКонтакте увидел года два назад объявление, что требуется добровольство прощатки местности лесного массива. И как бы было свободное время, приехал, помог ребятам, то есть, ну, еще тоже отряд не сформированный, то есть, и молодых ребят неопытных много, то есть, есть опыт и опыт выживания в природной местности, то есть, ориентирую его нехорошее у меня, ну, и так остался после одного из поисков. Теперь вот постоянно стараюсь принимать участие в поисках. А ваш поисково-спасательный отряд работает в Забайкале, есть ли какие-то особенности в вашей работе, учитывая, что это Сибирь, тайга, сутки, учитывая непростой климат? Да, ну, у нас как бы смешанная местность, у нас здесь и как-то есть тайга, лес, есть также степи, и есть, получается, горные хребты. Да. То есть, в разных районах у нас пропадают люди, но чаще всего это лес, так как у нас и сам город оборудован лесом. Ну, в лес выходим уже с формированной группой, которые уже имеют опыт поисков, опыт ориентирования, и как бы с нами ведут все ребята, достигшие 18-летнего возраста, потому что моложе мы не можем с собой взять, так как лет и могут быть разные непредвиденные обстоятельства от потери самого добровольца и до несчастного случая встречи с гибким животным. Самое непростое время, когда у вас, вот сколько поступает заявок в день, или у вас ровное количество заявок в течение всех сезонов? Разное количество, вот буквально сегодня уже три заявки поступило, за сегодняшний день ушли вот три человека, разное время, возраст всех выше, двое грибники из леса не вернулись, и одна женщина. А каков процент успешных поисков у вас? Сколько людей находится? Вообще отряд у нас за три года существования принял более 350 звонков на горячую линию. Было осуществлено 152 выезда на поиски отрядом. Также было найдено 15 детей, 17 взрослых, из них двое погибших. Понятно. Я, знаете, еще вот сегодня спрашиваю у ребят из Ижевска, каковы качества успешного поисковика? И вам тоже хочу адресовать этот вопрос. Какой поисковик хороший поисковик на ваш взгляд? Ну, хороший поисковик это тот поисковик, который работает прежде всего командно. То есть он должен быть в команде, потому что команда зашла, команда должна быть единая, целая, и выйти должна команда в том же составе, в котором зашла. Соответственно, неплохо это, когда имеет опыт ориентирования, выживания в природных условиях. Ну, и возраст тоже немаловажен, так как подростки у нас это же еще такой возраст, все охота, все интересно, но не всегда они могут переоценивать свои возможности, соответственно, потом приходится еще и их спасать. Вот я как раз хотела спросить, нужна ли психологическая поддержка поисковикам, потому что работа действительно непростая, или поисковики это те люди, которые сами, что называется, могут работать в стиле помоги себе сам, или им нужна все-таки поддержка? У нас чаще такие ребята, которые психологически подготовленные, они готовы встретить хоть что во время поисков, и также мы проводим беседу с теми же подростками, которые убежали из дома, с их родителями, чтобы не просто вернуть домой ребенка. Если дома не ладно с родителями, то стараемся этот вопрос тоже урегулировать своими силами, то есть не прибегая ни к каким-то правоохранительным органам, либо к органам опеки, то есть разговариваемся, вставляем беседу с родителями, с детьми, и вроде идет на пользу, слава богу, уже есть положительные результаты, дети возвращаются домой, слушаются родителей, родители понимают своих детей. А есть ли у вас какие-то истории, которые вам особо запомнились, может, как-то греют душу, или просто то, что вы помните? Запомнился, это у нас был в 2015 году случай, нам позвонили на горячую линию, сообщили, что из одной из лечебниц, тут недалеко от города, ушла женщина, 90 лет, возраст, ушла, и неизвестно, в каком направлении. Спустя сутки поисков мы нашли эту женщину в лесу, она была уже так, ну, подоставшая, голодная, замерзла, ну, у нее спросили, куда вы идете, куда вообще шли, она сказала, я пошла к подружке в Ленинград. Как позже выяснилось, эта женщина была блокадницей Ленинграда, она прожила блокаду, и вот ее потянуло к подружке. Да. Это был такой вот один из случаев запоминающихся. Константин, спасибо вам за то, что были сегодня с нами, успехов вам в вашей работе. Спасибо, спасибо, что позвонили, вам всего самого наилучшего, не теряйтесь, берегите себя и своих близких. Спасибо, всего доброго. Маша и Илья, а у вас в отряде какие-то были случаи, про которые вы всегда помните? Случаи, про которые помнишь? Или это тот, который вот сейчас занимаетесь вы, вот это самое? Я отвечу, знаете, здесь на самом деле сложно всегда выделять какой-то один, потому что каждый поиск, он уникален. Нет, в принципе, не бывает двух одинаковых поисков. То есть, каждый поиск, это чья-то судьба, самого пропавшего судьба, их близких. Есть те, которые особо западают в душу. В этом году это был поиск с печальным концом, к сожалению. То есть, западают в душу, на самом деле, как счастливые финалы, так и трагически закончившиеся. В этом году особо запомнились поиски Желтышевой Веры Ивановны. Искали её почти две недели, бок о бок с родственниками. Это было действительно и физически, и психологически тяжело. Я могу сказать, что эти поиски, они действительно запали в душу большинству моих ребят, моих поисковиков, координаторов. Вы говорите про трагические случаи в июне, когда женщина погибла в лесу, потерялась, 24 июня. Её искали практически две недели. Две недели её искали практически без перерыва, но, к сожалению. На самом деле, на любые поиски, на любой выезд всё равно едешь как бы с каким-то немного даже подъёмом, что ли, то есть всё равно с надеждой на лучшее и стараешься отработать как бы по максимуму, допустим, особенно, если это экстренные поиски, если это вот кажется, что вот-вот-вот, человек где-то здесь, и поэтому здесь, что касается психологической поддержки, то тут мы, наверное, даже сами можем кого угодно поддержать в такие моменты, потому что тут даже при какой-то усталости или ещё что-то, но на морально-волевых бежишь только в путь. Илья, вот тут как раз есть вот такой случай, про который вы сейчас говорили здесь. Вы сразу можете себя привести снова в рабочий состояние, когда вы узнаёте, что, к сожалению, человек уже нет в живых. Вы сразу можете собраться эмоционально, и что вы делаете для этого тогда? Или вам всё-таки нужна какая-то, не знаю, поддержка друга или коллеги? Да, Маша. Лучше Маша, наверное. Да, Маша, да. Я отвечу. Конечно, это всегда непросто, но тем не менее, скажем так, мы всегда понимаем заранее, куда мы идём и на что мы идём. Те поисковики, которые выходят, то есть вот наша постоянная команда, да, сформированная, вот устоявшаяся, сложившаяся, они у них уже за плечами не один десяток поисков, и действительно, мы просто понимаем, куда идём, и что закончится любой поиск, может, на самом деле, трагично. Конечно, мы делаем максимум того, что от нас зависит, но человеку может там элементарно стать плохо в лесу, то есть уже на момент подачи заявки нам, даже если она была подана своевременно, уже, к сожалению, ситуация могла закончиться плачевно. Сколько человек может в лесу один продираться? Последний раз семь дней. Да, это недавно совсем у нас была история, дедушка довольно-таки старенький, боюсь наврать, ну, очень за 70, сколько-то? Нет, нет, нет. Да? Около 60. 60 плюс, так скажем. В общем, старенький дед, он у нас ушёл за грибами, и, в принципе, это как бы, я не совру, если скажу, что уже не очень сильно надеялись на хороший исход ситуации, но дедушка внезапно вышел сам, спустя на седьмые сутки со дня пропажи, это при том, что ночи уже были довольно-таки холодные, ушёл он днём в жаркую погоду, естественно, и одет был по погоде, а ночью уже пошли буквально там, во-первых, там сильные ливни, сильные туманы, очень сильный ветер, температура там плюс 8 градусов максимум. И смог продержаться 7 дней, да? Ну, и он вышел на седьмой день, да. Хорошо, я бы хотела сейчас поговорить о фильме Андрея Звягинцева «Не любовь». Эта картина получила приз жюри на 70-м Каннском фестивале. Дело в том, что в этом фильме довольно подробно показана работа поисково-спасательного отряда. Поскольку это сделано художественными методами, то ты ещё и человечески проникаешься, начинаешь сочувствовать и сопереживать поисковикам. Ну, вот Маша и Илья могут чуть попозже, наверное, о своём впечатлении сказать, но я могу сказать, что на меня это действительно серьёзно. Произвело и впечатление, и довольно исчерпывающую информацию я получила о работе по СОО. И глядя вот на этих людей, ты начинаешь думать, а где же они берут силу на эту очень трудную работу? Они, то есть это вы, Маша и Илья, где вы берёте силы на очень трудную работу? Главных поисковиков в этом фильме прекрасно, я считаю, сыграли Варвара Шмыкова и Алексей Фатеев. И вот Варе мы сегодня звоним. Она в Иркутске, на гастролях, но она согласилась тоже с нами поговорить. Варвара, здравствуйте. Здравствуйте. У вас тоже сегодня, сейчас, вернее, уже вечер. Добрый вам вечер. Я хочу спросить вас, как вы готовились к этой роли? Что вы знали о поисково-спасательных отрядах до этого фильма? Слушайте, наверное, я знала какую-то общую инсорбацию, просто, что есть какие-то вот люди, и они почему-то помогают другим людям. Но когда утвердили роль, у нас вот с Доши были настоящие выезды на поиски. Алексей Фатеев, этот координатор, он сыграл роль координатора ПСО тоже. Да, да. Мы с ним побежали, нам дали специальные рации на фокусы, копили, писали через... Очень плохо слышно. Алло? Да, Варь, очень плохо слышно вас. Можете еще раз повторить, что вы говорите? Мы с Алексеем действительно выглядели на дальнейшей поиске. Да. Нам выдавали камеры, выключили камеры. Рации, вы сказали, да? Рации, да, 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 рации и специальный компас и такую специальную карту электронную, на которой размечен лес по разным частям и подписан как-то, в общем, специально. И мы ходили по лесу, искали вот эту бабушку, мы, к сожалению, ее не нашли. То есть вы принимали участие в реальной работе поисковиков, да? Я правильно понимаю? Да. Да, да, да. Вот. И я, конечно, я на тот момент была беременна и очень сильно переживала не для себя, а за ситуацию. Да. Потому что это действительно очень волнительно, когда ты идешь, ты не знаешь, найдешь его, если найдешь, что в каком как бы положении будет этот человек. человек. Вот. И мы ходили, прочесали там пол леса, звали, дыхали какие-то вещи, которые бросались назад, особо ничего такого не было. Вот. я думаю, я думаю, что это профессия, это миссия у людей, которые этим занимаются. я как раз хотела вас спросить, вот, что за люди-поисковики, на ваш взгляд? Какое вы впечатление о них составили? Просто эти самые простые люди. Я не могу придумать какое-то прям общее описание, потому что все они, как и все люди, очень разные. Есть какие-то бухгалтеры, есть люди, вот. Вот у нас бухгалтер как раз сидит сегодня в студии. так. Правда? Да, поисковик, и он же бухгалтер. Ага. Вот, и это самые простые люди, которые, в отличие от других людей, просто работают не домой, садятся смотреть телевизор и пить чай. Они открывают свой фон-чет, свой телефон, заходят на сайт, ну, конкретно, вот, то, что у меня бывает, вот, телевизор-алерт, смотрят, есть ли какие-то вызовы, есть ли какой-то чрезвычайный сейчас случай, и они выходят на работу. А каково вам было работать с Андреем Звягинцевым, Варвара, расскажите, пожалуйста. Какой он режиссер? Это потрясающий опыт, который, я думаю, запоминает на всю жизнь, потому что Андрей Петрович и вся его команда это профессиональный профессионал лучшего уровня, ты чувствуешь себя частью какой-то очень большой и важной работы, и нет никакого зажима ни актерского, ни человеческого. Очень удивительное отношение на площадке со всеми людьми, будь то оператор, художественный постановщик, либо просто водитель, повар, там, ассистент по актерам. Ты находишься в одной большой семье, которая знает, зачем она здесь и что здесь делается. Спасибо, Варвара. Знаете, вот не могу уже не перейти к другой теме немножко, мы просто в предварительном нашем разговоре выяснилось, что у Варвары есть корни в Удмуртии, вы сказали, что у вас папа изглазывает, конечно, очень приятно слышать, и хотим вас спросить, давно ли вы бывали в Удмуртии, и как вы вообще относитесь к нашему региону, есть ли у вас какие-то? не знаю, чувства любви. Я, к сожалению, была там очень давно, но я провела там большую часть своего детства, потому что в городе Глазов живет моя бабушка Ганна Алексеевна Шмусова. Давайте в лучших традициях Поле Чудес ей передадим привет, она ведь слушает вас, мне кажется, сейчас. Да, я думаю, да, она слушает, Ганна, любимая моя дорогая, выздоравливай, пожалуйста. город Глазов для меня какой-то такой загадочный, большой, возможно, волшебный город, потому что это было все-таки в детстве, и я помню музыкальную школу, куда я ходила с Ганной, с моей бабушкой, она там преподавала, помню, ходила на закрытый каток, на хоккей с папой. Ну, Варя, я надеюсь, что... Много-много снега. Надеюсь, что вы найдете все-таки еще время и будете у нас в Удмуртии и в Глазове, и в моей Удмуртии. мы тоже вас будем рады увидеть уже в нашей студии. Большое вам спасибо и успехов вам в вашей работе. Всего доброго. До свидания. Всего доброго. Маша и Илья, вы смотрели этот фильм? Насколько там показано так, как вы работаете? Полезное вы там для себя нашли или вы работаете совсем по-другому? В общем и целом, конечно, там работа показана достаточно правдива. Но надо понимать, что это все-таки кино. То есть многое упрощено, многое, мне кажется, не сглажено даже, а кино это кино. Но вам понравился этот фильм? На самом деле фильм ведь не про поисковиков. Соглашусь с вами. Фильм о другом, да. то, что там поднята вот эта тема, как бы, то есть вообще показана работа таких отрядов, это может быть даже, да, в чем-то, скажем так, для нас такой прорыв, потому что действительно люди просто не задумываются о том, что такие структуры существуют и как они работают. Ну и, соответственно, может быть, для кого-то стало откровением, что да, есть такие люди, которые занимаются поисками пропавших. но сам фильм, он, конечно, ну это драма, это там какие-то замыслы режиссера, там все остальное, то есть это сам фильм, он немножко о другом. Да. Ну, у меня осталось еще два вопроса к вам. Есть ли, ну можете не отвечать, есть ли у поисковиков какие-то приметы, поверья или суеверия? Вы же люди. Нет, суеверия у нас есть, да, но они как бы формируются, так сказать, на основе наблюдений. Ну, это, знаете, это вот на нашей практике то, что сложилось уже, скажем так, это больше, наверное, шуточные какие-то приметы, да? Блин, они работают. Если кто-то из поисковиков-координаторов варит уху, а и такое бывает, мы однозначно едем на поиски. Понятно. То есть это вот как бы одна из, но это так... Это как, немножко как законы подлости такие, когда ты приезжаешь с поиска под утро, допустим, в грязной и мокрой форме, не стоит ее стирать, потому что как только ты ее постираешь, обязательно ты поедешь, значит, в этот же день, в этой сырой форме на другой поиск. Да, то есть, ну вот есть такие полушутливые, но работающие, какие-то уже свои предметы. Ну, они все время меняются, так скажем. А есть ли, не знаю, там какой-нибудь клич поисковиков или там пожелания, ну, типа 7 футов под килем, бывает, моряков нет? Обычно желают удачи просто. Желают удачи. И последний вопрос, он, наверное, самый важный. Что нужно делать, чтобы не потеряться, и что делать, если вы потерялись? в первую очередь, если вы заблудились в лесной местности, оставаться на месте. Это самое главное, это никто из людей этого, ну, как бы не осознает, не понимает, и это очень сложно принять на самом деле, и это очень сильно осложняет работу. То есть, если вы поняли, что вы заблудились, и тем более, если у вас есть связь, и вы сообщили о том, что вы заблудились, оставайтесь, пожалуйста, на месте. Как бы не нужно геройствовать, не нужно пытаться что-то сделать, как бы самостоятельно, вот, просто оставаться нужно на месте. Нужно сообщить, конечно, полиции, если у вас есть возможность, 112 позвонить, это МЧС, там, служба спасения, вот, но, соответственно, нужно оставаться на месте и приготовиться к тому, что вас все равно найдут. Вот, нужно, если у вас с собой есть какие-то припасы, вода, еда, соответственно, их, соответственно, нужно сэкономить. Телефон тоже нужно экономить, не звонить всем бабушкам, дедушкам, сестрам, братьям, там, подружкам, я потерялся, я заблудился. Вот, то есть, нужно все равно приготовиться к тому, что тебе придется какое-то время выживать вот в этом лесу. Не обязательно это будет прям жуткое выживание, как у Робинзона Круза, но определенные меры принять стоит. Просто найти удобное место, укрытие от дождя, допустим, какое-то, есть там еще что-то. Если вам очень скучно стало в лесу, начинайте добывать огонь трением. Это мой уже такой шуточный, вот, потому что, ну, ситуация такая, что, да, действительно, это, по моим наблюдениям, это проблема как бы у всех людей, у тех, кто потерялся, и у тех, кто потерял кого-то, у кого пропали люди. То есть, люди начинают думать, что вот само как-то все рассосется, допустим. То есть, не заявляют в полицию, ну, наверное, он сам придет, походит, походит и придет. Точно так же в лесу люди, когда теряются, теряют ориентацию, они думают, ну, вот я сейчас вот сюда 100 метров еще пройду, или вот туда вот за горочку поднимусь и найдусь, и я найду дорогу, и я найду все. И в итоге они просто теряют силы, теряют время, и как бы все может закончиться очень печально, как вот, в принципе, закончилось вот в том случае, который мы вспоминаем. А так, ориентацию в лесу очень легко потерять, особенно даже тем, кто, там, всю жизнь я ходил за грибами в этот лес, я тут знаю каждую кочку, я вот знаю, я вот оттуда пришел, я вот отсюда пришел. Вот. На самом деле, чувствам верить в лесу нельзя. Они обманывают. Даже на своей практике я в этом убедился, то есть, свернуть с дороги куда-то, зайти в лес, и люди проходят просто по 30 километров по лесу, пока у них не кончатся силы. Спасибо. Я думаю, это очень важная информация, удачи вам, Мария Ведыман и Илья Смольников, члены поисково-спасательного отряда регион-18, были у нас сегодня в гостях. Это была программа «Сетевая тема». До встречи через неделю. Удачи вам, ребята, еще раз. Спасибо. 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 Спасибо.